Здравствуйте дорогие телезрители! Сегодня мы, специальные корреспонденты авторской телевизионной программы Наш Дом, рады сообщить вам прекрасную новость. К нам впервые в Торонто со своей смешной интерактивной сказкой приехал Московский театр комедии. ПЕРОЖКАМИ ПЕРОЖКАМИ ВЕСЬ МИРУ КЛСТИТЬ! Другу погранишь, погранишь, пирожок! Пусть ты весь ешь пирожок с пирожками, так что с тобой не разговаривай! Бабушка заболела! Так, ладно, значит идёшь прямо-прямо к бабушке, никуда не сворачиваешь, понимаешь? И самое главное, не в нем не разговаривай, особенно с волком. Вы мне тут такое рассказывали, а ты нас в пол! Папа, всё, я ругала! А то бабушка! И я вам все... Ой! Ой, ребята! Как же я обожаю такие шансы приключения! Вы себе просто не представляете! Вот вы меня вечно внутри заблудите! Но поможем, придачём, кто без горболезни будет! Дедушка! Ну-ка, давайте! Опа! Дедушка, я в параде ложку разом-как! Всем охлопать, дедушка-чемпиону! Вот так надо сейчас! Я не понимаю, почему так! Ребята, почему красные шансы не ходят со мной разговаривать? Это боится! Боится! Чего, пожалуйста, я хороший, добрый волк! Я люблю тебя, дедушка-чемпиону! Пожалуйста! Да-да-да! Вот! Я вижу, у тебя рецепт с тяжёлой! Давай помоги! А-а-а! 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 Здравствуйте, Сергей! Насколько нам известно, это ваш не первый опыт выступлений в Канаде. Расскажите, пожалуйста, где вы были в прошлый раз и какие города вы собираетесь посетить в этот? А-а-а! Ну, в прошлый раз с этим спектаклем с красной шапочкой мы посетили пять городов. Это были Эдмонтон, Калгари, Монреаль, Риджайна и Виннипек. В этот раз вот с красной шапочкой мы приехали в городах, в которых мы не были с этим спектаклем. Это как раз Торонто. Завтра мы отправляемся в Оттаву. Первый раз в этом городе. Ни разу не были ещё. Очень интересно. Обязательно погуляем, посмотрим. Потому что очень люблю путешествовать. Вот. И завершим тур этот наш небольшой в городе Ванкувер уже послезавтра. А ты куда собралась? В магазин за хлебом? Нет. Всё, в школу что ли идёшь? Ещё одна попыточка? Я больше не снова тебе не скажу. Ладно, применим мой деток тип пример. А он очень простой. Ребята, куда идёт красная шапочка? В бабушке! В бабушке! В бабушке! В бабушке! Партинальные бабушки такие! Идея постановки принадлежит мне. В своё время Мирослава играла спектакль «Белоснежка» и «Семь гномов», что меня натолкнуло на вот историю про красную шапочку. Потому что Мирослава потрясающе работает с детьми. И поскольку там спектакль уже прекратил играться, он был достаточно продолжительное время таким хитом, то мне показалось, что это может быть вот таким тоже достаточно успешным проектом. Так и получилось. Вот. И так появился спектакль «Красная шапочка» с Мирославой Карпович, которая потрясающе работает с детьми. И я не знаю актрисы лучше, которая может так владеть аудиторией, детской аудиторией, взрослой аудиторией. В общем, она это делает феноменально круто. Так. Так. Я подберусь поближе. Меня учил ниндзя. Один очень секрет. Сейчас. Так. Смотрим внимательно. Докладу обстановку. Прием. Прием. Беленький. Пушистенький. Большими зубками. Да! 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 А, точно! Значит! У нас состав в этом спектакле небольшой. Всего три актера. Играет, конечно, Мирослава Карпович, которая известна зрителям по телесериалу «Папиной дочки», где она исполнила роль Маши Васнецовой. Ее очень любят и молодое поколение, и взрослые, потому что сериал смотрели все. Он был таким очень популярным проектом на протяжении, по-моему, десятилетия целого. Слушайте, а может вы тоже чего-нибудь боитесь, а? А на то признавайтесь! Нет! Нет! Затем с нами играют Ксения Гисбрихт. Вот сегодня она приехала к нам, актриса театра «Ленком». Она играет также в театре у Никитских ворот, ну и работает, сотрудничает с нашим московским театром комедии. А ты, кстати, к змеи-то пошла, а в другую сторону бежала – «А теперь, папа, выбирай грузилочка! 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 Грузилочка!» Ну и играю сам я, соответственно. Вот я играю волка и охотника. «Ага! Это волшебная зеленая зеленка!» «Больно не будет?» «Нет, ну больше не будет!» «Давай, давай!» «Раз, два, три!» «А-а-а-а-а-а! Ты что, оболдер? Полиция! Ты шел?» Мы знаем, что выступать перед детьми намного сложнее, чем перед взрослыми. Подскажите, пожалуйста, есть ли в чём-то секрет? Как вам удаётся установить контакт с ребятами? Да, вы правы в том, что действительно перед детьми работать гораздо сложнее, в том плане, что детей не обманешь никоим образом. То есть, вот мы, допустим, сегодня только присели, сразу приехали играть. И да, мы уставшие, всё такое, но зная, что будут дети сидеть, все усталости просто в последние ящики, энергия, молодость, бодрость. Мы включили все свои там резервы, да-да-да-да. И, в общем, собственно говоря, пошли в бой. Бабушка, в питье? Да! А я, в бабушку, в питье, нужно её спасать? Да! А получается, что вот меня в полу? Да! Просто детки, как, у них ещё есть такое качество непосредственное, которое, допустим, они могут разговаривать, войти в диалог, шуметь, фантики, там, от конфет, кушать что-то. На сцену залезать. На сцену, как сегодня, допустим, залезать, но это не первый раз мы с этим сталкивались. Тут очень важно действительно иметь над ними верх чуть-чуть, не значит власть, а просто уметь чуть-чуть ими управлять, так, чтобы овладевать их вниманием. Чем мы честнее, тем сильнее овладеваем их вниманием. И за счёт этого, конечно, ну, то есть тогда при любых обстоятельствах, мы как, если лабиринтик идём, вот если представить, что наш спектакль — это лабиринт, то вот, в общем, они с нами так и идут, ну, то есть как Садко, в общем, за собой повёл. Но мы, правда, никого не потеряли и никуда не завели, да, всех победили, всё добро царит, сказка закончилась хорошо. Допустим, у нас с Ксюшей были такие спектакли, когда действительно первые наши шаги мы очень сильно боялись, да. Хотя Ксюша, в отличие от меня, мама, сыночка. Да, и я знаю, как с ними нужно обращаться. Очень загадочно сказала Ксения. Вот такой наш секрет. Ксения загадочно, а я напором беру. Да, 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 да. Субтитры создавал DimaTorzok